...требованиям, которые Банк России предъявляет к кредитным и некредитным финансовым организациям. Ну и затронем отдельные аспекты с выполнением данных требований. Вести вебинар буду я, Антон Свинциский, директор по консалтингу компании «Делок наука». Я предлагаю, соответственно, если в процессе вебинара будут у вас вопросы, пишите их в чате. Соответственно, постараюсь в конце ответить на них, пройдясь по вашим вопросам. Соответственно, говоря про текущую нормативку Банка России в контексте защиты информации и вопросов, связанных с защитой безопасности, защищаемой информации, общением конституциальности, целостности, доступности, можно выделить три основных направления. Соответственно, первое направление, которое мы все с вами давно уже, скажем так, привыкли, надеюсь, это вопрос, связанный с защитой информации при решении перевода в денежные средства и защиты от несанкционированных операций. Это наши 683, 719p, 757p для некредитных финансовых организаций и требования к платежной системе Банка России в 747. Второе направление – это общение операционной надежности, 787p и 779p для, соответственно, кредитных и некредитных финансовых организаций. И тот подход, который Банк России сейчас прорабатывает, и мы видим это в тех изменениях, которые готовятся на родственные документы, это управление операционными рисками, в том числе рисками информационной безопасности. Ну, соответственно, вся вот эта груда документации, взаимосвязанной, взаимоувязанной, в которой все еще, к сожалению, встречаются некоторые несостыковки противоречия, но с каждой новой итерацией становится все меньше. Они применимы к банку. И опосредственно через эту документацию применимы требования ГОСТа 57580.1, и в дальнейшем будут применимы требования новых двух ГОСТов, связанные с операционной надежностью и управлением рисками. Некоторые таймлайн, да, по текущей нормативке, все, наверное, началось в 2020 году, когда появились нортины документа, которые ссылаются на ГОСТ. Сейчас мы находимся где-то вот в конце 2022-го, и что мы имеем? У нас появились новые редакции положения Банка России, в том числе 683П претерпела изменения, претерпела изменения 684П, которая превратилась в 757. И положение в контексте платежной системы Банка России изменилось, соответственно, появилось 747. И потихонечку начинают появляться формы отчетности для кредитных организаций по выполнению, по уведомлению Банка России о степени выполнения той нормативной базы, которая применима к той или иной финансовой организации. Соответственно, говоря про основной документ, на который ссылаются большинство документов в части защиты информации, это ГОСТ, Банк России устанавливает разные требования по степени соответствия для разных рынных периодов и для разных нормативных документов. Но если вот посмотреть, что мы сейчас находимся в конце 2022 года, то мы уже должны соответствовать четвертому уровню, поскольку 719П, который применим для большинства кредитных финансовых организаций, он уже требует необходимости итогового показателя больше, чем 0.85. Хотя 6.73П говорит о том, что этот показатель он достижит только к 2023 году, как и 747. Однако, если как в дальнейшем мы будем смотреть, что область применения данных документов, она настолько сильно пересекается, либо включена друг к другу, что невозможно выделить отдельные объекты доступа, либо в виде информатизации, которым применимо будет только требование одного нормативного документа, а не надо рассматривать это все в совокупности. Ну, давайте потихонечку по каждому положению пробежимся. Наверное, все-таки слишком глубоко погружаться у нас не получится в связи с текущим видом данного мероприятия. Ну, о основных особенностях проговорим. 747П пришел на смену 672 и говорит о том, как кредитная организация должна защищать информацию при взаимодействии с Банком России в рамках платежной системы Банка России. То есть она определяет требования к системе срочных-несрочных денежных переводов и системе быстрых платежей. Для большинства кредитных организаций, для которых стороняется 747, необходимо реализация второго уровня защиты ГОСТа для сегментов, в которые смещены объекты инфраструктуры, участвующие в ССНП и СБП. Соответственно, СНП – это ваше, скажем так, контурфирование ЗК КА и контуротправки в Банк России. В рамках СБП – это объекты инфраструктизации, которые отвечают за формирование платежных поручений через СБП на стороне клиентов. То есть это на самом деле система дистанционного банковского обслуживания. И тот БЭК, который расположен в кредитной организации, отвечающий за взаимодействие с НСПК, которая является ОПКЦ в контексте системы быстрых платежей Банка России. Самое основное, наверное, о том, что мы до сих пор видим в рамках своих аудитов, и на что заостряем всегда внимание, что контуры формирования и контуры ЗК и КА должны быть разные. То есть это должны быть разные сегменты, не контуры, я извиняюсь, я, наверное, неправильное слово подобрал, это должны быть разные сегменты в рамках вашей IT-инфраструктуры, разделенные между собой с использованием тех или иных правил на сетевом оборудовании и на мечтевых экранах. То есть мы не говорим, что это отдельный контур, мы говорим, что именно отдельные сегменты. И, к сожалению, все еще встречаются в ситуации, когда это не выполняется в кредитных организациях. Соответственно, когда мы говорим про выполнение требований 747, также не надо забывать, что системы дистанционного банковского обслуживания, отвечающие за перевод, участвующие в переводе денежных средств в контексте системы быстрых платежей, также должны попадать под требованиями 747. На все эти объекты распределяются требования второго уровня защиты и оценку соответствия по ГОСТу мы должны проводить не реже одного раза в два года. Следующий нормативный документ, который определяет требования к системе защиты, это положение Банка России 719-П, которое пришло на смену в положении 382 и определяло требования к защите информации при отшлении перевода в денежных средств. На самом деле, если посмотреть на данный документ, что можно увидеть? Соответственно, появились несколько новых сущностей, в том числе оператор услуг информационного обмена. Это те кредитные организации, которые оказывают услуги процессингового центра для других кредитных организаций. Например, такой реестр идет в Банк России, и служба информационной безопасности кредитной организации должна, в том числе, руководиться этим реестром для определения применимости требований. Потому что очень часто бывает, что бизнес заявился, что мы являемся оператором услуг информационного обмена, а служба информационной безопасности не в курсе. Соответственно, проверить можно всегда на сайте Банка России. И также есть новая сущность по названию поставщик платежных приложений, который также, реестр которых также Банка в России. Раньше было немножко удобнее. Мы, когда приходили на аудиты, всегда можно было посмотреть, является ли кредитная организация оператором услуг платежной инфраструктуры для той или иной платежной системы. Однако сейчас подход к объединению такого реестра на сайте Банка России изменился. Мы видим перечень платежных систем, но мы не видим, какие организации оказывают услуги платежного центра, операционного центра, либо клирингового центра. Поэтому данную информацию дополнительно также надо запрашивать, если служба безопасности сомневается, что она понимает все применимые к ней требования, необходимо запрашивать у соответствующих бизнес-подразделений. Соответственно, в рамках 719p что мы определяем? Мы определяем, что IT-инструктура, оператор перевоза денег и средств, оператор услуг платежной инфраструктуры, банковские платежные агенты, оператор услуг информационного обмена. То есть для каждой сущности определенные разные требования. Определяет требования к IT-инструктуре и взаимосвязь с требованием ГОСТа 57580, определяет требования к сертификации либо оценке соответствия ПАУ-4 для автоматизированной системы приложений, определяет требования к защите информации на технологических участках. Это вот те участки, которые приведены на данном слайде в пункте 4, 5 участков, которые рассматривает Банк России. И определяет требования, я бы назвал их организационного характера, которые применимы к тем или иным субъектам. Соответственно, это в части тестирование проявления, необходимость удаления об инцидентах, использование средств криптографической защиты информации и защите персональных данных. Соответственно, большинство организаций и субъектов национальной платежной системы, потому что все операторы по переводе инженстресс, операторы платежных систем, услуг платежных структур, они являются субъектами национальной платежной системы. Для большинства из них применимы требования стандартного уровня защиты в соответствии с ГОСТ 57580, за исключением системно-значимых кредитных организаций и операторов услуг платежной структуры для системно-значимых платежных систем. Реестр системно-значимых платежных систем также ведется Банком России, можно посмотреть на их сайте, так же, как и реестр системно-значимых кредитных организаций. Поэтому для, скажем так, большинства это стандартную защиту, то та золотая серединка, которая прописана в ГОСТ. В контексте необходимости оценки соответствия по УТО и сертификации есть взаимосвязь с уровнем доверия, она такая же, как и в ГОСТе 57580. И для кредитно-организации представлены возможности выбора. Либо это сертификация, либо это оценка соответствия по УТО-4. Не надо путать, что в первых редакциях того же самого 683П у нас был написан анализ уязвимости по УТО-4. Соответственно, это только часть работ в контексте оценки соответствия. Сейчас Банком России требуется именно оценка соответствия. Ну и вот на данном слайде отображены дополнительные другие требования, которые распространяются на разной категории субъектов национальной платежной системы. Как мы видим, Банк России в своей документации просто пишет, выполняйте требования 152ФЗ, и это должны выполнять все субъекты национальной платежной системы. Если используете СКЗИ, будьте добры, выполняйте это в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Соответственно, те, кто непосредственно взаимодействует с клиентами при осуществлении перевода денежных средств, обязаны уведомлять Банк России об инцидентах. Это относится к оператору по переводу денежных средств и оператору услуг платежной инфраструктуры. Ну и в целом, большинству субъектов необходимо проведение тестирования проекновения, за исключением, наверное, операторов платежной системы, поставщиков платежных приложений. Ну, формально оператор платежной системы может вообще не иметь свои собственные IT-инфраструктуры, поэтому нечего будет пин-тестить, так скажем. Потому что он может привлекать сторонние организации для оказания услуг расчетных центров клирингового центра, либо операционного центра. Ну и для того, чтобы не дублировать в разной нормативке, хотя и так такое дублирование остается, требования к защите информации на технологических участках для кредитных организаций определены соответствующими пунктами положения 683П, которые и так распространяются на банковские операции, в том числе которых также находятся и переводы денежных средств. Для других субъектов НПС, для которых неприменимо требование 683П, потому что они могут быть фактически не под Банком России, они могут являться и не кредитной финансовой организацией, и не кредитной. То есть это может быть некоторое ООО, которое оказывает услуги операционного центра. Для них требования к защите информации на технологических участках связаны с идентификацией, формированием платежного поручения, его передачи, управлением правами доступа и правом распоряжаться клиентами денежных средств, выполнением операций, хранением. Эти требования прописаны в приложении к 719П, и по сути они в той или иной части дублируют те вещи, которые применимы конкретному субъекту. То есть когда на стороне субъекта есть только, например, идентификация и формирование, а, например, выполнение и хранение уже выполняется на стороне кредитной организации. Это все расписано в следующем приложении. 683П – это следующий нормативный документ, который формализует требования к защите информации при выполнении банковских операций. Понятие банковской операции определено в законе о банках и банковской деятельности. Соответственно, это статья, если не ошибаюсь, 5-я, где перечислены банковские операции. В чем отличие как раз, что если раньше мы говорили, что 382П применим только к одному виду операции, это операция по переводу денежных средств, то теперь на самом деле требования Банка России и требования того же самого ГАСТа будет распространяться на значительно большее количество информационных систем и объектов информатизации кредитных организаций, поскольку мы должны защищать информацию не только о переводе денежных средств, но и обрабатывать в рамках других банковских операций. Соответственно, этот перечень есть в соответствующей статье федерального закона. Соответственно, что 683П определяет? Он определяет состав защищаемой информации, то, что раньше было прописано в 382П, но при его отмене, соответственно, осталось только в 683. Она также определяет требования к антиинфраструктуре, то есть какой уровень ГАСТа должен быть выполнен для кредитной организации. Соответственно, здесь мы видим прямую корреляцию 719П, точнее, наоборот, 719П полностью синхронизирована с 683, что системно значимые кредитные организации должны выполнить усиленный уровень защиты, остальные кредитные организации – стандартный уровень защиты, и проводить оценку соответствия на периодической основе. Это один раз в два года. Также определены требования к защите сертификации, либо оценке соответствия по УД-4 для автоматизированных систем и приложений. Определены требования к защите информации на разных технологических участках, на участках идентификации, формирования, удостоверения, выполнения и хранения. Ну и также иные требования, которые есть в другой нормативке – это отсылка к необходимости выполнения федерального закона 152, отсылка к необходимости выдавления Банк России об инцидентах, отсылка к необходимости использования СКЗИ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Ну и такие, наверное, более организационные – это валидация e-mail адресов, выдавления и так далее. То есть, на самом деле, 683 в текущей, наверное, редакции, которая появилась 1 октября 2022 года, перекочевали часть требований, которые были в 382p, которые потом, скажем так, не унаследовались в 719p, и вот этот пробел надо было заполнять. Соответственно, вот эти вот части требований, они перешли в схожих, либо практически в таких же формулировках в 683 положении. Следующее положение Банка России – это 757, которое говорит о некредитно-финансовых организациях, но если посмотреть, и в дальнейшем мы это тоже сегодня проговорим, на форму 0409071, Банк России обязал кредитной организации уведомлять, если они совмещают в своей деятельности функции кредитной организации и некредитной. Например, они могут быть депозитарием, могут быть брокером. Соответственно, в таких случаях, по мнению Банка России, я не могу сказать, насколько это мнение официальное или закрепленное в каких-то других положениях, но хулуарно, задавая вопросы, мы услышали от Банка России, что если банк выполняет функции брокера, то будьте добры выполнить требования 757p. То есть, соответственно, на систему автоматизирующей брокерскую деятельность также будут распространяться требования ГОСТа. Ну, вот то, что мы услышали от Банка России на мероприятиях некоторых, но подтвердить, что это прям официальная позиция, ну, наверное, можно опосредственно через вот как раз форму 0409071, но других отсылок к необходимости выполнения кредитной организации требований 757p я не видел. Соответственно, сам 757 имеет практически такую же структуру, как и другая нормативка Банка России текущая. Это организационные мероприятия, например, связанные с информированием клиентов, это использование СКЗИ в соответствии с требованиями нормативной документации и заказательства Российской Федерации, и это выполнение требований ГОСТ. Соответственно, для двух категорий некредитных финансовых организаций, это центральный контрагент, центральный депозитарий, необходимость выполнения усиленного уровня защиты, для, скажем так, средних организаций это стандартный, и, соответственно, для организаций маленьких это необходимость выполнения минимального уровня защиты. Для усиленного и стандартного у нас определена необходимость аудитов внешних по ГОСТ для минимальных, такая необходимость на текущий момент не закреплена. Соответственно, необходимо также выполнять тесты для организации по стандартному усиленному уровню, также определены требования к сертификации либо оценке соответствия по УД-4, необходимость защиты информационных на технологических участках, все эти же самые технологические участки. Отдельно внимание уделено внедрению и построению процесса управления инцидентами, поскольку для некредитных финансовых организаций это первый документ, который формализует указанные требования. Ну и установлены периодичные оценки для некредитных финансовых организаций, она одна один раз в три года, кроме центрального контрагента, центральной депозитария, для них это оценка соответствия ежегодно. Соответственно, также требования ГОСТа ГОСТа, посредственно через положение Банка России, по крайней мере, те проекты, которые мы видели, распространяются и на другие категории организации финансового рынка, например, на Бюро кредитных историй. Ну и, соответственно, подходя к, вспоминав первую картинку, что у нас есть нормативка Банка России, у нас есть необходимость внедрения рискоориентированного подхода, управление операционными рисками, в том числе рисками информационной безопасности, где один из показателей – это степень выполнения требований ГОСТа. Что же себя представляет ГОСТ? Говорили уже много раз, пробегусь, наверное, вкратце, чтобы просто вспомнить ключевые вещи. Соответственно, ГОСТ определяет базовые требования к системе защиты информации в организациях финансового рынка, кредитно-некредитно-финансовой организации. Соответственно, эти требования базовые могут быть адаптированы, исключены или дополнены, исходя из специфики, и должны применяться к вашим авторизированным системам, к вашим применяемым средствам защиты информации, к вашим контрагентам, если вы с ними взаимодействуете в рамках реализации банковских операций, и могут быть направлены на соответственно, в поставлении требований к провайдеру облачной инфраструктуры, если вы такую используете для части сервиса. Ну и выбранный набор мероприятий может быть основанием для приобретения дополнительных внешних сервисов, ну, например, как защита от DDoS-атак. Что важно, что ГОСТ говорит о том, что вы можете интегрировать набор требований, требований внешних нормативных документов по отношению к положению Банка России, например, это 152-й федеральный закон, 187-й федеральный закон, требований контрагентов, и тем самым, на самом деле, требований ГОСТа нетриконструкторов, которые могут быть использованы не только для защиты информации при выполнении банковских операций, но и как некоторый такой фундамент. Понятно, что где-то, как в сообществе, очень часто обсуждаются криво написанные, криво сформулированные, неточные формулировки, но все равно это тот единый фундамент, который кредитная организация может использовать для построения и формирования системы защиты. Также ГОСТ – это про наш PDCA-цикл, который появился в стандартах серии 7799, еще в 90-х годах, потом он дальше развивался в стандартах серии ISO 27001, здесь мы, и также он был и в стобре в банковском 1.0, и от 4, от 6, от 8, от 14, от 14.00 годов. Соответственно, здесь мы применяем PDCA-цикл не целиком к нашей системе защитной информации, к системе управления, а в рамках каждого процесса, который определен в ГОСТ. Ну и также ГОСТ определяет необходимость не только контроля эффективности путем внутренних процедур анализа совершенствования, но и контроля путем проведения внешней оценки соответствия, в соответствии с методикой 57508.2 и направления результатов такой оценки в Банк России. Соответственно, сам ГОСТ говорит о том, что вы должны защищать ваши объекты информатизации в соответствии с положением, которое прописано дальше. Но как же понять, какие объекты информатизации нам защищать? Соответственно, если почитать всю нормативку в СП-шке и ГОСТ, то можно сделать, наверное, вот такой краткий путь. У нас есть понятие защищаемой информации, типа защищаемой информации, которые определены в 683, 757, 719. У нас есть технологические процессы, это у которых есть владельцы, их перечень, системы автоматизирующие, в технологических участках. Соответственно, применяя подход в вычленение процессов систем и защищаемой информации на рассматривать технологические участки, мы можем получить контур безопасности, который подлежит защите в соответствии с ГОСТ. Путь нетривиальный, путь, наверное, довольно сложный с учетом тех формулировок, которые есть в началах 683 или 857, о том, что такое защищаемая информация, информация совершаемой в банковских операциях. Ну и все, и точка. Неконкретики, в каком составе, что входит, что не входит, как в том же самом PCI-DSS, например, здесь нет. Все довольно общее. Поэтому можно рассмотреть иной подход, который на данном слайде. Соответственно, у нас есть четыре основных документа, которые поделят требования. И, скажем так, разбить вашу IT-инфраструктуру на некоторые уровни обработки. Соответственно, уровни обработки, исходя из, может быть, тех технологических участков, которые рассматривает Банк России. Это участок, связанный с работой клиентом, участок, связанный с представлением клиентам доступа к сервисам, участок, связанный с внутренней обработкой информации, участок, связанный с общедоступными объектами, это банкоматная терминальная сеть, и участок, связанный с интеграцией с платежными системами. там вот тема банка россии не знаю свифт и нас пока и так далее вот на каждом участке у нас есть системы которые автоматизируют ту или иную деятельность соответственно есть объекты информатизации связаны с этими системами поэтому можно идти вот по и мы так когда нашим заказчиком которые не понимают какие системы включать область оценки либо в область требований гаста говорим распишите просто не только про вашим техническим операции но и по уровням по схеме выполнения ваших банковских операций фронтовые системы которые взаимодействуют с вашими заказчиками это бэк-система это реализованной системы обработки хранения информации и системы обеспечивающие взаимодействие с внешними получателями это эта информация с нашими системами но им чтоб попасть понять что же мы должны защищать соответственно надо обратиться также к гост там прописано что защищаем объекты информатизации которые делятся на объекты доступа ресурсы доступа это что входит в объекты доступа ресурсы доступа на слайде приведена вот которым имеет физический доступ субъекты доступа то есть физически ему доступ имеем к объектам то есть это серверное оборудование принтеры и армы и логический доступ мы имеем к ресурсам эта система и виртуальные машины и сервисы электронной почты то есть все вот эти сущность все эти сущности должны учитываться при определении требований к системе защиты и при проведении оценки соответствия системы защиты требованием гост но например очень часто забывают такого субъекта доступа как клиент который получает доступ к системе инвестиционного банковского обслуживания сам же гост каждое требование расписывает по 8 процессам и трем направлений трем направлений 8 процессом то есть у нас есть 8 основных процессов это доступа сеть целостность предоносный код утечки мониторинг инцидент и защита средств реализации удаленный доступ к этим процесса применим и примем 50 цикл планирование реализации контроль совершенствования и отдельное направление это связано с безопасностью автоматизирован систем на стадии жизненного цикла то есть что мы должны определять что системах обрабатывать к информации как защищается должны проводить пин тесты анализ уязвимости и все это делать на всех стадиях жизненного цикла не только при их внедрении переначально но и при модернизации совершенствования на каждое требование гост она может быть реализована либо техническими или организационными методами соответственно часть требований мы можем исключить на этапе адаптация и уточнение потому что например определенной технологии у нас не применяются но грубо говоря нет у нас средств средств виртуализации но значит требования к средствам виртуализации у нас не применим сами же требования 50 цикла они также разбиваются на два направления это необходимость реализации 50 цикла для организационных мер защиты информации и за необходимость организации 50 циклов для технических мер защиты информации ну и естественно все меры в планировании в реализации в контроле и в совершенствовании также расписывать разделяются исходя из организационных и технических нет контроль соответственно у нас контроль не только эксплуатация сред защиты информации технических мер защиты но и контроль и реализации организационных мероприятий но и совершенствование да но направлено на улучшение очень часто наши заказчики и наши там на разных мероприятиях задается вопрос а также можно адаптировать меру мы считаем что мера она избыточная мера неправильная мера неприменима к нам мера сложна к реализации она неэффективна и так далее то можно продолжать этот список довольно долго вот почему не использовать адаптированную меру на самом деле использовать адаптированную меру можно но проблема в том что банк россии эту процедуру а не формализовал своей драмативной документации написано очень обобщенным исходя из экономической целесообразности эффективности возможности реализации и с учетом там других факторов но прямого порядка как как мир адаптировать как применять компенсирующие меры не прописано и на отдельных просто мероприятиях соответственно также были комментарии стороны банка россии о том что применение адаптационные меры либо базовые должно проходить обоснованно на основе анализа и расчета операционных рисков точнее расчета остаточного риск уровня риска после применения базовой меры либо адаптационной и даже сходя из этой формулировки понятно почему до сих пор в большинстве проектов мы не видим обоснование со стороны кредитной организации выбор адаптационные меры потому что провести это все через опер риски рассчитать остаточные риски ну наверное нетривиально с учетом того что рисками мы как звука вроде как заявляем что работа занимаемся давно но по сути в прошлом году если то что нас это стало какой-то неожиданностью для большинства кредитных организаций вот поэтому наверное связи с этим мы до сих пор не видим полного пакета свидетельств того что сделано корректной адаптация мир ну и наверно заключительным документов в контексте вот нормативы нормативы к мать и нормативной документации банка россии и том что документация который банк россии ссылается это методика оценки соответствия госпитта 708 . 2 соответственно общий подход до что нормативной базы является положение банка россии нормативной базы является основанием для проведения оценки соответствия является роли в национальной платежной системе принадлежность организация кредитной или не кредитной финансовой организации это на дальше проводят соответственно оценка соответствия либо форме внешней оценки плюс банк россии подразумевает что он может проводить еще и надзорные мероприятия надзорные мероприятия проводят отдельное подразделение в структуре банка россии который к сожалению не всегда своими дороги коррелируют с актуальной нормативки то есть мы до сих пор видим что иногда спрашивают вещи которые на текущий момент нормативки в гости либо пешках не прописано в текущих пешках а ссылаются на довольно старый документ ну банк россии проверяет по собственной методологии почему ну вопрос наверное банку россии мы же здесь говорим про то что форма оценки соответствия сейчас только внешняя оценка соответствия контексте положения банка россии и госта за 780 который должна править с привлечением лицензиата не просто лицензиата дарит взята которые обладают необходимой компетенции уже несколько лет идет обсуждение инфраструктура аудита в контексте банка россии и нуракин документации банка россии но связи с всеми событиями и изменениями внутри банка россии это обсуждение пока еще находится наверное на зачаточной стадии потому что вопрос как доверять результатам аудита именно и не выполнять двойную работу то есть бывают ситуации что аудитор уходят приходит банк россии буквально там либо сразу либо во время может быть да и банк россии выполняет иногда ту же самую работу что и аудитор соответственно понятно что если кредит организация прошла один аудит наверное обладает уже среди на собранными свидетельствами и можно показать их просто другому аудиту но на мой взгляд это нецелесообразное расходование ресурсов с учетом наших проблем с кадрами в российском и б наценка осуществляется по тем же самым трем направлениям которые есть в госте это наши процессы наш 50 цикл и жизненный и жизненный цикл автоматизированных систем весь подход к оценке я не стал выносительно в текущей презентации я наверное просто в качестве рекомендации ту последовательность интервьюирование которую мы применяем для того чтобы все целы полностью охватить теле все аспекты в определенных пешках либо в гост то есть не начинать сразу условно с инцидентов у девчика и взносного кода потому что все это должно рассматриваться в контексте особенности реализации процессов особенности функционирования айти и б и вообще особенности той инфраструктуры и на мой взгляд вообще основные три темы которые должны первую очередь затрагиваться при проведении оценки это айти и б и организация кто за что отвечает что делает как организованное взаимодействие второе это реализация банковских платежных платежных процессов окей банк в плане банковских операций это то что используется как используется какие каналы кто является клиентом какие системы и третье это ваша айти инфраструктура то есть это ваша локальная вычислительная сеть карпатина сеть потому что именно исходя из ее особенностей в дальнейшем можно сказать говорить о том какие меры из других процессов применимы или не применим я бы начинал вот этих трех а потом уже шел бы потом и автоматизированным системам которые автоматизируют деятельность и по специфичным процессом именно связан защита информации такие как уязвимости антивирус утечки и так далее ну и последнюю очередь бы говорил про анализ совершенствования поскольку говорить про анализ совершенствования не обладая понимание какие процессы есть какие выходы с процессов могут быть довольно сложно ну и также решил оставить несколько слайдов связанных с самой методикой потому что к сожалению до сих пор есть непонимание соответственно меры из по 8 процессом могут быть цены либо как 0 либо как единичка промежуточного оценки нет планируем реализации контроля совершенствования мы оцениваем по шкале да нет частично это 0 0 5 1 и каждый из этих процессов вносит свой вклад соответственно если говорить про без реализации совершенствования мы не сможем достичь 5 уровня потому что вот этот вот 0 75 она мы не перейдем границу 0 95 без реализации совершенствования и частично хотя бы какого-то контроля мы не сможем прийти в четвертый уровень и так далее то есть мы видим что максимальный вес приносит нам реализация того что тех мероприятий по защите информации для процессов это что мы контролируем это состояние также на итоговую оценку могут влиять нарушения то есть итоговая оценка считается как средне архметическое по направлении по 8 направлениям по процессам и по жизненному циклу за вычетом нарушений в госте определено порядка 20 типов нарушений каждый из которых оценивается при проведении оценки то есть если аудитор выявил использование процедуру ученой записи он должен снизить оценку на одну сотую мало аудитор вывел использование не лицензионного программа обеспечения тоже снижает оценку audi аудитор выявил нарушение связанные с непосредним отчетности по инцидентам тоже снижаем оценку и так далее таких 200 на 20 типов нарушений которые учитываются соответственно если в свидетельствах которые получают аудитор это закреплено ну извините аудитор никак не сможет сказать что мы вам оценку не снизим если например обнаружились 2 использование не простифицированных учетных записей например админ на сеть сетевом оборудовании который администрирует там пять человек словно соответственно на данном слайде оставил наверно ту табличку которая есть внизу это на том что итоговая оценка она если у нас низко контур безопасности присущих разный уровень в первую очередь наверное для систем назначенных кардинных организаций потому что у них мог у них в соответствии с 683 и 719 это усиленный уровень платеж системе банка россии это стандартный уровень и в ебс это стандартный уровень на кумулятивная оценка если мы оцениваем каждый из контуры безопасности отдельно она складывается исходя из рисовых коэффициентов но в данном случае мы должны раздать вторую строчку что оценка по первому уровню защиты она имеет 7 процентов веса оценка по второму уровню защитами 30 процентов веса но на практике вот такой применение такого подхода мы не видели ни разу опять же потому что она требования слишком переплетены и например сказать что требование 747 вот именно применимо только это же требуется 3 применим к всему банку кроме чем кроме как объекта система банка россии но нельзя потому что 63 имеет более широкого восприменения очень часто для и б с используют некоторые на тройке над фронтовыми системами также которые участвуют в переводе или стресс поэтому тоже эти контуры очень сложно разделить можно залить да на уровне армов но фактически на уровне айти инфраструктуры и там серверных компонентов такое разделение сделать довольно проблематично поэтому применение вот этого подхода с весовыми коэффициентами исходя из наличием контуров с разным уровнем защиты я на практике не встречал ну и наверное в этой на этом слайде основная эта табличка сверху это наши уровни то есть о с 1 по сути с 1 января 22 года у нас четвертый уровень соответствия в соответствии 719 п это выполнение требований примерно на 85 процентов поскольку там большие случаев используются остальные арифметическое то примерно это 80 процентов требований необходимо выполнить и не будет ни одного нарушения вот но по сути весовой коэффициент чуть разные но для грубой оценки можно считать просто 85 процентов ну и наверное один из аспектов которые волнуют многих это форма от подачи отчетности отчетность должна поддаваться в течение 30 рабочих дней с дата окончания проверки отчеты по форме 0409071 но собранную тонкостями в данной форме у нас есть четыре раздела соответственно первый раздел говорит о выполнении технологических мер в соответствии с нормативным документами которые вы видите на своем слайде которые применимы к деятельности которые выполняет кредитная организация в том числе совмещает и к видам оценки реализации технологические меры планирование контроль совершенствования общее и вот как правильно пишет наталья что есть коэффициенты которые непонятно как считать с вами абсолютно согласен в разделе один раз или два есть коэффициенты которые подход к расчету которых не определен соответственно случилось некоторую юридическая коллизия при утверждении методологии забыли правила заполнения в нужном формате утвердить банк россии эту коллизию знает соответственно обещал исправить к первому октября но я не видел честно никаких новых указаний банка россии технологические меры это те которые определяются вот на наших вот пяти технологических участках дико царти фикации формирование передачи подтверждение прав распоряжения выполнения и хранения это про эти технологические меры которые прописаны в теле самих пешек соответственно следующий раздел она относится к безопасности программного обеспечения то есть это вот наша сертификация ауды и так далее который также применимо для разных пешек к разным видам деятельности это же если 5 весовые коэффициенты которые также мы не можем зачитать потому что нет методологии следующий раздел 3 с ним все понятнее это наша форма по госту выбор мер по процессу планирование реализации которые совершенствования и дальше так по восьми направлениям движительный цикл минус нарушение это вся форма переносится просто в специфичную таблицу которая определена в форме отчетности ну и последний раздел он информационный то есть кто проводил когда проводил ну и за сколько проводил вот за сколько проводил самое интересное наверное потому что кто-то проводит комплексные аудиты которые включают себя не только гос но и бс свифт и dss и так далее кто-то проводит аудиты плюс пин теста и как это разделить здесь понятие стоимости она наверное на основе договора но в договоре может быть написано разные ну и некоторая такая слайд для того чтобы понимать периодичность и что нужно делать для я сделала вот для кредитной организации средний там условно статистической на раз в год мы проводим пин тест раз в год до конца года проводим swift причем проводим по разной версии цсп ну вот например да здесь 23 24 указал мы раз в год проводим оценку соответствии по документам писи айси сси то есть это писи а дсс 3ds пин секьюрити по и так далее то есть все в зависимости от тех требований которые применимы раз в год мы проводим требования оценку требований для сегмента и бс соответствие 930 приказа мин цифры но отчет храним у себя никому не показываем соответственно и раз в два года понятно что если это с тем назначимая это если эта организация с центральной битвитарь или центральный контрагента то это раз в год то но для 6 кардиных организаций это раз в два года оценка соответствия положения банка россии и промежание отчетности по 0409071 соответственно по свисту мы отчетность загружаем наружи по пин тесту храним у себя и показываем аудитором блог и бс храним у себя по писи я передаем отчет в платежную систему например в вы нас пока и по госту соответственно придаем отчет в банк россии также с 1 10 22 есть новая обновленная форма 0403 202 это до формы в которой кредит организации отчитывали соответствии с требованиями 382 п сейчас эта форма принимать только для оператор послуг платежной инфраструктуры которые не являются кредитными организациями то есть кредитная организация отвечает будет отчитываться по форме 0409071 организации субъекта национальной платежной системы которая не подконтрольная банку россии они будут отчет по форме 0403 202 по сути форма отчета все точно такая же как 0409071 также не определены эти вот весовые и порядок расчета этих показателей ждем развести не банка россии коллеги на этом наверно у меня все вот надеюсь освежил вашей памяти что-то новое рассказал давайте попробую туда ответить на вопросы которые необходимо которые возникли в рамках чата если оценка соответствия проведена в августе а форма отчетности с 1 10 но соответственно форма отчета с 1 10 то вы будете отчитывать от следующей оценки которые через два года то есть ваш в нам на мой взгляд ваш ответ это триждать оценки с выпущены методичка cb призрать отчет ну и через год если в вам это применимо до за все время правил ходит проверки у пони требований 152 ссылаясь на этот написан банк россии от 14 года честно я не знаю что за письмо 42 ты наизусть давайте сейчас посмотрим сейчас коллеги буквально две секунды попробую подсказать работа по аут 4 необходимо проводить в соответствии с то здесь смотрите здесь вам надо показать что ваше приложение ваша система соответствия требованиям у 4 соответственно если при проведении этой оценки будут даны скорее всего будут даны ограничения на которые стреляется до данная оценка то есть если вы вносите изменения в приложение которое укладывается в указанное ограничение то наверно проводить повторно оценка получите не надо будет если же вы выходите за ограничение вот это вот оценочного заключения то скорее всего придет надо будет проходить повторно однако вообще банк россии позиционирует вот работы с профилем защиты из аут 4 как подтверждение того что в компании выстроенная правильно выстроены процессы безопасной разработки и и надо смотреть на те ограничения которые будут прописаны мы такие работы не проводим поэтому я мне здесь сложно наверное дальше прокомментировать частоту и необходимость по 42 тыс уже нечистое расходы не подскажу вот давайте я видел что это вопрос обсуждался на профильных чатах но вот меня нет значения мнения что банк россии на основании чего но потому что на самом деле в я говорю что внутренние методологии надзора она внутренней методологии надзора она не может и коррелировать с определенными аспектами связанными с применить то ли но и нормативные базы если вы помните в столбре были соответствующие отсылки к защите персональных данных возможно ноги растут оттуда по крайней четырестом году такие отсылки точно были оттуда по крайней мере Спасибо. Банк России проверяет? Ну, скорее всего, Станислав написал, что… Не гласно, но при согласовании, скорее всего. Скорее всего, при согласовании ФСБ просил учить такие формулировки. Более того, недавно было обсуждение того, что в 673P есть отсылка к необходимости использования для контроля целостности и аутентичности передаваемых платежных электронных сообщений необходимые алгоритмы, либо усиленную квалифицированную электронную подпись. Соответственно, многие говорят, давайте мы будем использовать протоколы, поддерживающие необходимые функции метазащиты. Но, окей, мы можем использовать такие протоколы, например, те же самые протоколы, связанные с шифрованием каналов, они поддерживают определенные эти вещи. Но, если почитать дальше, там написано, что все применения СКЗИ должно быть в соответствии с требованиями законодательства. По законодательству СКЗИ это сертифицированное. И один пункт ПШК мы выполним, а другой пункт ПШК мы не выполним, потому что не выполним требования документов ФСБ в части использования криптографии. Коллеги, еще вопросы? Ну, соответственно, раз вопросов нет, спасибо большое за уделенное время. Надеюсь, поскольку эта тематика как-то, мы все еще разговариваем о госте, хотя госту уже там практически скоро 5 лет. Надеюсь, что какие-то вещи были для вас полезны. Вот кто-то освежил в памяти, кто-то узнал что-то новое. Будем рады видеть вас на следующих наших мероприятиях. Будем рады видеть вас на следующих 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 мероприятиях. Продолжение следует...